Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так как мы работаем по записи, каждый день режим работы разный, то, что разрешили его не согласовывать с исполкомом, это достаточно актуально и для нас упростило во многом работу. Такий приклад. Кли ранее на открытию гондовой кропки могло пойти каля паугода, теперь это можно зарабить у некольки разов худшей. Остатние документы дозволяются рыхтовать параллельно с зажитявлением деяности. У вугули для наибольшь расповсюженных видов экономичной деяности вводится поведомляльный парадок. Треба усяго только подать оповещение у выконкам про службу «Адно окно». На наступный день уже можно займаться заявленным видом деяности. С сегодняшнего дня действуют единые требования и единые нормы в части санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарные требования к эксплуатации зданий, требования в области ветеринарии. Они четко определены декретом номер 7 и будут соблюдаться, то есть они заменяют все остальные нормативно-правовые акты в этой сфере в отношении субъектов предпринимательской деятельности. А кроме того, новый документ адмянил або радикально адмянил шерах інших норм. Наприклад, до 2020 года не допускается повышение яснуючих податков и уведение новых, а так само сборовый пошлин. Интернет-магазины смогут применять спрощенную систему податка обкладания. Больше не требует сгаднять вонковую рекламу и рекламу на транспорте, и которые помешкане дозволены выкарастовать не по метовым призначенне. Например, краму тиры старан можно будет открыть офисным помешканне, коли соседей не супрать. Навуковцы коментуют, что новые нормы зауважают. Треба подшакать, поколь документ проявить себе уденье. Але теоретично, это прорыв и не просто крок, а великий скачок до либерализации бизнесу. Дякую, что этому повинна повеличиться колькасть предпринимательников. Увеличение числа субъектов также отразится на пополнении доходной части бюджета в различных уровней, позволит привлечь иностранных инвесторов для поддержки развития предпринимательства в нашей республике, позволит развить инновационный потенциал нашей республики, ну и, конечно, организовать новые формы производства, организации и финансирования. У Гомельской области по выниках минулого года працавались выше 36,5 тысяч субъектов господарения. У Тымлику коля 26,5 тысяч индивидуальных предпринимательников. Марина Джалая, Павел Антонов, Сергей Лукашук, Тейлера, Деокомпания «Гомель». Инвестиции и бизнес. Сустреча специалистов для обмеркования этой темы пройшла в стартап-школе Гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Своими идеями спекеры делились с предпринимательниками, которые делают первые кроки по бизнес-просторе. А так же с теми, кто только планует засновать свою справу. На тренингу побывали и наши корреспонденты. Бизнес-сустреча мела одразу три на керунке. Майстер-классы для починающих бизнесменов провели три предпринимательники. Кожный представил свою тему с интригующей назвой. Як скласти бизнес-план на сурветцы, кабатрымать гроши на свою идею? Яким повинен быть ваш проект, каб я инвестовал у яго 10 тысяч долларов? И як створить продукты, які полюбят миллион и больше человек? Дякуючи формату диалога, можно было задавать пытания ораторам подчас выступления. А кроме того, бизнесмены могли запросить новых удельников у свой проект, альбо долучиться до іншого. Парады специалистов каштоуны, а тому, что заснованы на уластным шматгадовым в опыте. Многие компании, которые, если говорить о бизнесе, пытаются выйти на международный рынок, но продукты, видно, не дотягивают. Почему так происходит? Зачастую разработка у нас идет, она такая локальная, без ориентации, глубокой ориентации на пользователя, без понимания пользователя, стран, в которых мы собираемся продавать. Стартап-школа Гомель открылся год тому. За гет и час тут провели некольки бойных майстер-классов. И так званы интенсив по проектовании и запуску своего бизнесу. Працавали над 15 проектами. Некоторые оказались они житься с дольными, іншые доказали свою мыта-згодность и увасобилися у житцем. Наприклад, мобильный додаток по правильным харчаванне. Все лето стартап-школа так сама поспела провести некольки бизнес-сустрыч. Але самое грандиозное мероприемство напереде. Гэта – международный чемпионат молодцы предприимальництва, який пройдет в мае. У команд, студенческих команд, молодежных команд будет возможность представлять свои бизнес-проекты перед жюри, в котором будут как представители бизнес-структур, так и представители власти и иных заинтересованных лиц. И, соответственно, получать некую обратную связь с целью развития своего бизнеса, своей идеи. Марина Джала, Елеса Рудянкова, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Комитет Державного контроля Гомельской области проведет горячую телефонную линию Жихарами по пытанне несвоечасовой выплаты заработной платы. Она отбудется простый день пятого соковика. Час проведения – с 11 до 12.30. По усіх проблемных пытаннях можно звернуться по телефону Гомель 23 83 93. По прогнозам синоптиков, гэта тыдзень у регионі будзе холодным. У ноч на ауторок слубки термометра опустятся до минус 15, у дзень покажуть каля 12 морозу. Холоды почнуть отступать только ближе до выходных. До того ж сирады чекаются снегопады. У моцной морозы областная организация «Червоного крыжа» приходить на допамогу найбольшу разливым категориям насельництва. У першу чергу гэта тычатся бездомных и одиноко проживающих грамадян. Во всех районных организациях створены стационарные пункты обогреву, де можна отримать гарачі напои, ежу теплую вопротку, а так само першу медицинскую допамогу. Подчас несприяльних умов на дворье працюють і мобильные пункты. Місце дислокации зміняється што дзень. Стационарные працюють вони в рабочее время, мобильные працюють, можна даже сказати, круглосуточно, когда больші морозы, виїжджаємо і працюємо круглосуточно. Ставим пункты обогреву, у нас всегда з собою палатка, быстрозборна, которая собирается в течение 15-20 минут, з собою генераторы, щоб ми були енергонезависимы, і тепловые пушки. Пункты обогреву будуть працювати до наступления більш теплого на дворье. Увісцы Гусявіцца Будыка Шалівського района напередодні призначенага на наступний год перапісу насельництва вырошили замяніть усі шильды з назвами вулиц. Гэта дазволіць перапішчикам більш легка рэнтаваць у населеным пункте. І гэта не адзіная ініціатива, яка реалізуюцца увісцы. Под рабязностями Володая Олег Синціроу. У вогулі офіційно ввісцак 2, новая і старая гусявіцца, але границы поміж імі уже давно нема, і навіть дорожний показальник тут толькі з адной назвою – Гусявіцца. Одна з асаблівців населенного пункта – великая колькость разностайних дровлянных вырабов от шпаковню до малых архітектурных форм. Те рот аутаров – супрацівніки місцевых установ культуры, аддукації і простая віскауцы. Яміля на п'ячі бадай самай знакоміта скульптура у вісцца Гусявіцца. Чому менавіта гэта казачний персанаж стал тут героем? Сказать тяжко, бо люди у вісця живуть усе ж таки працавітае і навіть з золотыми руками. У Гот Малой Радімы процес у прагожування Гусявіцць протягнеться. Причім, самай актівний удел у ім преміць старо-ставівський Александр Мінков. Сьогодніта у яго асаблівая задача – необхідно одновіть шильды на усіх вулицах. Завершити роботи планується у гэтам годі на перейді Дні Агульно-Респубіканського перапису населенства. В связі з перстоящею пераписю населення все-таки актуальність указателіх уліць возрастає. Для того, щоб переписчики могли без проблем видеть наименування той или иной уліцы. Нові шильды вирішили зробити з пластику. За позабюджетній сродці яго разом з Аймалью набув сельський виконавчий комітет. Сумма тримався зовсім незначній, зато і мета актуальна. По словах Александра Мінкова, термін експлуатации таких шильдів як мінімум п'ять годів. Та речі, професіональна, малювати він ані день не вучився, але я впевнена, що коли є великі ожидання і природні здольністі, усе отримається. До служби у армії Александр Мінков працював у господарства-трактористам, потім тут же водителям. Перейти на посаду загадчика склада премісила отримання під час аварії травма. Але це не перешкодило займатися дюбімой справою і навіть обслігавати власну майстерню. Начиналось с покраски автомобільних номерей перед техосмотром. Ну, так вот, щоб пройти техосмотр, щоб красиві нові номера, вроде как, обновлені були. Ну, так вот, начинал рисувати на них. Ну, а потім, со временем, то ли для себя, то ли для друзей, то ли для кого-то і що там. Ну, а потім і сільсовет приобщився к этому, по-россіле, помагав. Після завершення виробу уличних шильдів старостовецка відпочивати і не збирається. Разом з містовими жахарами і припотримці сільського совета йон має намер притягнути упроговжування малу і родиму новими архітектурними формами. Олег Сентюров, Євген Матєйнко, телерадиокомпанія «Гомель», Будокошалівський район. Інноваційнія технології тривалу вайшлі у наше життё. Одны з їх спращаюць клопот і хатніха характеру, інші допомагаюць у медыціні і навад аддукаційным процесі. У середній школі номер 37 гурада «Гомеля» з'явіўся незвычайны наставнік англійськай мовы. На уроках децям спастіхать веды, допомагаюць робот «Меканоид». Зразуміла, гаворка не дзі, а в полной замені чалавека машынай, але, як стверджаюць спеціалісты, карысть от подобных експерименту «Велізарная». Подрабязнасті у репортажі Вероніки Ворошыліна. Робот «Меканоид», які умее самостоянно розмовляць, слухаць сваіх суразмовців і уступаць з імі ў діалог, у середній школі номер 37 гурада «Гомеля» з'явіўся місяц таму. Гэта і саправды разумная машына, волода ўсімі основными європейскімі мовамы, аднак найбольш глибокай децканала англійськай. Мінавіта па час яєва в учэння робот активно використовується для развіця комунікативних компетенцій в учнёв. С ним можна вести беседу, он отвечает на вапросы, задаёт вам вапросы. У него довольна большой запас слов, боле тисячі слов, это его лексический запас. І мы решили, пачому бы не используюць робототехніку на учебных занятиях, тім боля, што в Восточной Європі данные разработки не делались. І робототехніка для гуманітарных предметов нікаким образом не использовалась. Аутаром гэтага саправды інноваційного експерименту стал турой чуладальник гонорового звання лепшага наставніка замежных мов города Гомеля Віталь Пятроўскі. Ідея набыць незвычайного памушніка узнікла пачас наведвання выставы сучасных разобных машин. Робот-меканоид може не толькі размовляць з вушнімі на замежной мові, але і виконуваць розныя голосаве каманды. Як гэта інноваційная методыка працює на практице, зараз паспробуем разабрацца на уласным прикладі. Меканоид, мейн меню, хангри, плиз. Я попросила робота обняць мяне. Як бачите, робот нас зрозумів. Меканоид лёгко включаєць у діалог і дізваляє працювать над правильністю вымавління. Бо калі питання або голосаваа каманды на англійській мові «зададзі ныня правильно», робот реакцій не дасть. Сначала було страшно, потому що, якщо скажеш, що-то не так, він не поймёт. І зараз ми стараємся говорити на правильному англійському язіке, щоб було це без акцента і щоб він нас зрозумів. Зараз свої загады роботу в ушні одрастують куды смілей, гучно і виразно. Ім не складає віаліка праць, наприклад, попросити його потаншить, розказати анекдот, ці дать п'ять. Як це не дивна, робот має і свій особистий, вельми гуливий характер. Часом він може почать виконувати пълні діяни по своїй уласній волі. Нескільки дні назад, коли я був занят своїми делами, він пожужжав своїми моторчиками і почав розказувати мені о Леонардо да Вінчі. Таким образом, він пытався привлечити к себе внимание. Велика колькость команд у роботі в жазакладі на многим прижаданні його можна навучить. Так, спеціально до приїзду нашої здимашній групи Міканоїд поспробував виконати білоруську народну пісню «Купалінка». Ініціятор неординарного адукаційного проекта Віталь Пятровський признається, що з'явленням у школі робота цікавість до уроків англійської мови значно зросла. І він не сумнівається, що і на поспіхах навученців гэта інновація адоб'ється самим лепшим чином. Вероніка Варашилина, Олександр Харлампоў, телерадиокампанія «Гоміль». Захаваць трагічнія сторінкі минулага для нашчаткаў. У Гомілі адкрылася выстава плаката ў проекта «Мотылёк. Діти Холокоста». Размістілася яна ў дзіцячым садку школе номар 68 «Атиква». У адзін дзень в ўстанові адбыліся адразу дзві знакавыя падзей. Спачатку лікторы на тэму «Гісторія і традицій свята Пурым». На ім присутнічылі настаўнікі, які апрацуюць ў сістэмі неформальна яурэйскай аддукаціі. А таксамы працтаўнікі рэлігійнага аб'яднанні абшын прагрысіўнага іудаізма. Размі яны абмеркавалі праблэмы національнага выхавання і на адкрытых таматычных занятках прадаманстравалі сучасныя формы работы з дзецьмі рознага узросту. Пасля адбылось і адкрытцё выставы плаката ў праекта «Мотылёк дзеці Халакоста». Ёнствораны прайпатрымцца асветніцкай праграмы Халакоста і організація аб'яднанных націй і музея Халакоста ў Хьюстане. Наведаць выставу можна да 12-го сакавіка. Суть этого праекта состоїт в том, чтобы во імя тях погибших полутора мільйонных невинных жертв Халакоста зделаць рукамі бабачку. Бабачка – это символ душы. І таким образом мы чтім память і вспоминаем тях, кто ушёл і кто не выжил в годы катастрофы. Гэты, а так сама іншыя навіны, вы можыця знаўсті на нашым сайці ў інтернеті. По адресі www.tvrgomil.by. Далі у ефірі «Де-факто» і спортивны аглята. Я з вами развітваюся. Удалага вечара і до новых сустрічу ефірі. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжає «Де-факто». В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Праздновання Дня Защітника Отечества трагічі закончилась для трёх 20-летніх парней. По предварительным данам установлено, что отметить праздник компания молодых людей решила в гараже. После расписи спиртних напитков несколько человек отправились домой. Четверо парней остались. Закрыв двери в гараж изнутри, они сели в машину и, чтобы согреться, завели двигатель. В субботу молодые люди перестали отвечать на телефонные звонки. В ночь с 24 на 25 февраля их обнаружила сестра одного із парней. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть троих молодых людей. 19-летнего парня в бессознательном состоянии госпитализировали. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стало травление угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. За прошедшие три дня на дорогах региона было зарегистрировано 77 ДТП, в которых три человека были травмированы и один погиб. В субботу 24 февраля на автодороге Калинкович и Брагин-Камарин 38-летняя женщина-водитель не справилась с управлением своего автомобиля Audi 100. Машина съехала вправо по ходу движения кювет и врезалась в дерево. В результате полученных травм водитель скончалась на месте. В этот же день в Гомеле на улице Дорожной произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Рено Сандера. Водитель ВАЗа пытался избежать столкновения с грузовым автомобилем МАЗ, который перестраивался с правой полосы движения на левую, в результате чего выехал на встречную и врезался в Рено. Пострадал водитель ВАЗа. Он был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы. Просьба к водителям учитывать погодные условия, соблюдать скорость движения на дороге, чтобы скорость была безопасной, при этом учитывать возможности своих транспортных средств, чтобы было совершено меньше дорожно-транспортных происшествий, ну и прежде всего безопасность на дороге. Светлогорские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры. Сообщение о возгорании в райподразделение МЧС поступило 24 февраля в половине четвертого дня. По прибытии на место пожарные обнаружили хозяйку и ее гостя лежащими в задымленной квартире. Надев пострадавшим кислородные маски, спасатели вынесли их на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчина и женщина госпитализированы. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. А в Рогачевском районе спасли лошадь, провалившуюся в канализационный колодец. На помощь сотрудников МЧС позвал хозяин животного. Спасатели вытащили пленницу при помощи хозяйственного пожарного рукава и спецтехники. Лошадь не пострадала. Ветеринарная помощь не потребовалась. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский «Металлург» в очередном матче регулярного этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии одержал выездную победу над «Динамо Молодечно». Рысям, которые имели шансы на третью строку в турнирной таблице, нужна была победа, которой они и добыли. Два точных выстрела Ревенко на 49-й и 57-й минутах обеспечили успех хозяевам. Правда, турнирных бонусов Гомелю эта виктория не принесла. «Шахтер» обыграл «Неман» и замкнул тройку сильнейших команд по итогам регулярки. Уже в ближайший четверг, 1 марта, стартует плей-офф. «Гомель» четвертьфинальное противостояние с «Динамо Молодечно» начнет домашним поединком. «Металлург» на выезде играет с «Шахтером». В мини-футбольном чемпионате страны позади две трети регулярного сезона. Результаты матчей 20-го тура привели к перестановкам в тройке лидеров. Из представителей нашего региона только Светлогорск остался в минувший игровой уикенд без зачетных баллов. Поражение от брестского «Аматора» 1-5. Гомельская команда «Быче» на выезде обыграла «Борисов» 900-3-1. В РЗ в 20-м туре волей календаря достался не самый грозный соперник – Щучин. Дебютант высшей лиги обитает внизу турнирной таблицы. Так что проблемы в этой встрече у вагоностроителей могли возникнуть только по собственной вине. Хозяева площадки огрехов не допустили. К Селенина перерыв в РЗ выигрывал 5-0. Дважды отличился Рогачев, Паразу, Клочко, Золотухин и Селюк. Во втором тайме подопечные Анатолия Яновского немного сбавили обороты и только дважды вынудили капитулировать галкипера соперников. Сначала Рогачев оформил хит-трик, а после Березовский установил окончательный счет матча 7-0. У нас, во-первых, изменения пошли в четверках. Пробуем новые сочетания. Тренер смотрит, как что. Главная задача была попробовать. Сыграть главное было еще на ноль. Не пропустить, почувствовать уверенность. Поэтому так. Все, что тренер, какую установку нам давал, мы выполнили. Три набранных очка, а также поражение столицы от Микашевичского гранита позволили вагоностроителям подняться на вторую строку в турнирной таблице. Осечкой айтишников воспользовался и Лицельмаш, обыгравший БНТУ 7-0. БЧ, благодаря победе над Борисовым, держится в зоне плей-офф. Гомельские атлеты стали победителями первенства Беларуси по спортивной акробатике. Воспитанники из дюшер номер 4 Гомеля собрали все золото турнира. Марина Кулагина и Екатерина Евсеенко выиграли соревнования в женских парных упражнениях. В состязаниях мужских пар на верхней ступени пьедестала также гомельчане Максим Маркевич и Олег Михалевич. В смешанных парных упражнениях лучшие результаты у Виктории Охотникова и Ильи Фоменкова. В групповых состязаниях у гомельчан три награды. Кристина Лешова, Алина Кондюлева и Анна Кацуба завоевали золото. Серебро у трио в составе Александры Ворожун, Дарьи Иванютенко и Ольги Язотченко. В мужской части состязаний также не было равных гомельчанам. Победил квартет в составе Савелия Осипова, Алексея Минкова, Игоря Колбасова и Матвея Пронченко. В командном зачете верхняя строка также досталась сборной гомельской области. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.